здравствуйте друзья сегодня у меня в руках чудо германской инженерии фильтр эхэйм аквабол 60 значит я давно засматривался на этот фильтр и все как бы думал стоит его заказывать не стоит его заказывать стоит ли он той цены которая на него заявлена тем не менее пришло время я от себя заказал этот фильтр для общего развития для того чтобы он все-таки был на хозяйстве и хочу для себя просто разобраться в чем уже разница скажем китайских аналогов и вот германских фильтров плюс-минус одной и той же мощности производителем заявлено мощность потребления электроэнергии 5 ватт этот фильтр предназначен для аквариумов от 30 до 60 литров максимальная мощность работы этого фильтра 480 литров в час к сожалению высота подачи воды здесь не указано но в интернете вот написано что высота подъема воды до 40 сантиметров давайте откроем и посмотрим что у нас внутри так друзья мы здесь у нас комплекте идет дождевалка разного рода насадки и заглушки собственно собственно сам фильтр достаточно ребята достаточно такой громоздкой фильтр значит крепление присоски гарантийный талон и инструкция инструкция на разных языках посмотрим если русский к сожалению русского а нет есть самый последний русский должен быть да и даже есть русский язык то есть хейн подготовился основательно и чтобы никого не обидеть чтобы всем объяснить нормально как пользоваться вот этим девайсом честно говоря конструкция у него достаточно необычная ну внешне конечно этот фильтр выглядит во-первых достаточно громоздким во вторых ну такой как инопланетянин какой-то я не знаю значит верху фильтра находится вот такая вот головка который с помощью которой можно регулировать и направлять поток воды в нужное нам место и есть регулировка мощности самой подачи воды то есть достаточно очень плавная регулировка честно говоря ну и хм конечно как всегда на высоте в этом плане так что еще значит разбирается фильтр таким вот образом здесь вот есть вот такая вот кнопка под мы ее нажимаем и снимаем одну кассету вот вторая кассета мы здесь соответственно сама головка так как не подобраться здесь вот сзади есть какая-то резинка давайте попробуем ага все понятно вот головка отсоединяется кассета попробуем сейчас разобрать его полностью для того чтобы понимать как 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 его обслуживать значит честно говоря не могу понять знаю что она вот это должно отсоединяться потому что но как его соединить ломать не хочу и отсоединять его не буду значит кассета ну что говорите хм продумал все до мелочей насчет того что полностью по всей площади есть зазоры для фильтрации хм конечно здесь на высоте это огромный плюс значит здесь у нас идет среднепористая губка для механическая чистка воды и здесь есть еще одна кассета она вот закрывается сейчас мы попробуем ее открыть вот таким вот образом она открывается здесь есть крупно пористая губка я так понимаю для заселения биобактерий значит ну в эту кассету можно смело например насыпать какой-нибудь другой биоматериал ну керамику конечно нет по какие-то там биошары и так далее и использовать вот эту кассету как биофильтр значит сам фильтр крепится вот таким вот образом то есть его снимать будет достаточно легко давайте соберем все назад а кстати даха еще что хотел отметить вот здесь вот вы видите да продумано производителем так что вот здесь вот есть поры для того чтобы вода равномерно сюда попадала а свет соответственно здесь их нет есть только вот здесь внутри то есть для того чтобы сделать целенаправленный поток воды самой сама голова разбирается вот таким вот образом здесь есть предохранитель и внутри есть ротор и друзья вуаля первый фильтр для маленьких аквариумов которым ротор на керамической оси ну соответственно и цена конечно же на этот фильтр в разы больше за 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 грубо говоря за один такой фильтр можно купить 7 6 7 китайских фильтров то есть здесь идет керамическая ось и вы видите ротор на 6 лопастей так вот таким вот образом все собирается обратно значит вставляем в голову вставляем кассету и вставляем все это дело вот сюда вот собирается все очень просто обслуживать все это дело очень легко и и соответственно но сейчас вот есть присоски они не запечатаны вот такую упаковку данный момент я их распечатывать не буду потому что но использовать прямо сейчас я этот фильтр не хочу значит три присоски присоски ребята очень большие посмотрите пожалуйста но реально присоски очень большие я думаю что оторвать этот фильтр от стекла будет не так то и просто ну и соответственно вот таким вот образом все это дело крепится если нам надо вынуть фильтр из аквариума для обслуживания это делается одним легким движением без каких-либо танцев с бубном ну что ж давайте попробуем давайте попробуем собрать дождевалку значит дождевалочка в комплекте идет с прорезиненной заглушкой не пластиковой которая будет вылетать а именно резиновой вот таким образом она вставляется в отличие от этот русский фильтров где заглушки идут пластиковые и вылетают со временем здесь вы видите да что ли заглушка идет пластиковая и очень плотно садится на место значит есть у нас есть у нас вот такая вот втулочка для того чтобы обогащать воду кислородом и есть вот такая вот нашла насадка для того чтобы регулировать мощность подачи воды на фильтр очень хорошо продумано вот видите она регулируется и соответственно одевается сюда и сюда и регулируется мощность подачи воды ну и дождевалка вот только хочу разобраться как она работает скорее всего дождевалка цепляется непосредственно сюда так она и есть заходит она очень плотно вставляется она непосредственно сюда фильтр и так как мы голову можем выкручивать в любую удобную нам сторону но соответственно уже можем регулировать самой головой и куда направлять поток воды то есть вот такая вот конструкция германского фильтра аквабол значит ну что хочу сказать немцы ничем не удивили как всегда все просто единственное ну очень необычный дизайн такой на инопланетный скажем так но фильтр очень качественно сделан из очень качественной пластмассы все работает все входит плотненько все так ну знаете действительно сделано хорошо со вкусом и качественно логотипчик но все нигде нет там не видно вот брака на пластмассе и так дальше действительно я бы сказал что этот фильтр если у вас есть возможность приобрести фильтр за такие деньги то этот фильтр своих денег сто процентов стоит давайте сейчас мы его подключим к сети поставим в аквариум и посмотрим какую мощность подачи воды он делает и как он вообще себя ведет в аквариуме ну что ж друзья пришло время проверить в воде фильтр инопланетянин как я его назвал в комплекте с этим фильтром идет две насадки одна из них дождевалка вторая вот такая вот для рации воды значит погружаем фильтр воду и вот как вы видите только голова коснулась воды фильтр сразу же запустился моментально и дает достаточно неплохой напор воды вот вы видите сами сейчас сейчас я попробую отрегулировать подачу воды вот это у нас минимальная подача воды это соответственно максимальная то есть мощность воды у фильтра просто отличная давайте опустим его воду к сожалению длинного шланга у меня нет вот такой вот кусочек но по крайней мере давайте просто попробуем как он аэрирует воду вот друзья мои пожалуйста значит но это у нас где-то сантиметров семь-десять глубже поверхности воды погружен фильтр и пожалуйста аэрация просто прекрасная давайте попробуем сейчас уменьшить давление воды вот даже с прикрученной мощностью на минимум фильтр прекрасно аэрирует воду ну это говорит о чем это говорит о том что все и хэйн друзья мои это есть и хэйн то есть здесь учтены все даже самые мелкие детали и все просчитано до мелочей ну и конечно же немцы за вот такое вот чудо за свою проделанную работу хотят неплохих денег но друзья мои повторюсь она того стоит потому что реально покупая вот такой фильтр вы больше не заморачиваетесь ничем ну разве что купить там полметра вот шланга для того чтобы удлинить просто что можно было фильтр лучше погрузить да и все в принципе все остальное фильтры уже учтено начиная от ну скажем так поворачивание головы дождевалки и заканчивая самими наполнителями так ну вот пожалуйста я значит поставил дождевалку и будем сейчас погружать этот фильтр пожалуйста работа дождевалки по моему прекрасная равномерная подача воды ну жалко конечно что сама дождевалка она не такая уж длинная на раз два три на шесть дырок вот то есть была бы она чуть по длиннее было бы конечно лучше хеймом я очень доволен единственное что меня не устраивает в этом фильтре так это его цена ну и давайте наконец протестируем присоски сейчас я просто их прикреплю к стеклу аквариума и попробуем их отодрать так и что не на саму присоску оторвать друзья мои нереально вообще то есть я даже не знаю как ее сейчас отцепить отсюда вот это просто ну вот это само крепление друзья мои здесь вот дырка а здесь вот такие вот грубо говоря штыри на которые это присоска цепляется возможно ее надо там провернуть возможно и надо просто глубже там посадить давайте вот одно я прицепил давайте попробуем еще раз прицепляем присоску нет все таки вы знаете что получается так что присоску то оторвать от стекла нереально но вот вот это вот крепление конечно оставляет желать лучшего и честно говоря в этом плане эхэ меня разочаровал возможно я что то делаю не так если я действительно что то делаю не так поправьте меня пожалуйста в комментариях давайте еще раз попробуем вот я прикрепил присоску пробую нет все таки слетает присоска скрепления ну как она слетает то есть она слетает под воздействием моей силы когда я пытаюсь отодрать все это от стекла а так принципе она держится достаточно неплохо сейчас мы возьмем все три присоски я вам покажу каким образом фильтр цепляется на это крепление так ну я прицепил значит это у нас вверх вот мы прицепили крепление вот таким образом она у нас держится для того чтобы прикрепить этот фильтр на крепление мы делаем вот такое вот движение и как видите филь фильтр держится в этом креплении очень даже хорошо что ж друзья надеюсь этот обзор вам был полезен и интересен если это так ставьте пальцы и подписывайтесь на обновление канала с вами был Андрей Зубкевич всем добра удачи здоровья вами вашим питомцам до новых встреч я и 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